Добрый день, уважаемые друзья! Продолжение темы Орхидеи. Она уже сбросила часть цветов, и скоро у нас будет пересадка. Ну, насобирались вопросы, которые мои подписчики и просто комментаторы задают. Некоторые из них очень интересные, и я хотел бы их озвучить, и постараться на них ответить, как это понимаю я. Поэтому, если у вас возникают вопросы, вы пишите под видео, и я пытаюсь на них ответить. Начнем. Первый. Есть ли история вашей Орхидеи? Я покупался в архивах специально. Нашел фотографии еще, даже нашел фотографию, как я ее покупал, какая она была. И потом, сейчас вы будете видеть в хронологическом порядке, как это все происходило, сколько уж есть. Она была, периоды очень бурные, и мощные развития были немножко меньше. Зависит от условий содержания, но в принципе она всегда была красивым, мощным растением. Смотрим. Надеюсь, вам понравилось. Второе. У вас сколько растений в кашпо? Этот вопрос очень часто мне задают. Очень часто. И еще говорят, что я вообще мошенник, и здесь это все дело, эти цветы не настоящие. Это все искусственные вещи, которые я там натыкал. Есть ролики, где, о пересадке этого растения, когда я ее вытаскиваю с горшка, и можно посмотреть, что это реально живое растение, и как они скреплены. Есть ролики, где она показана близко, и все можно будет посмотреть. И еще, кроме всего, будет, я думаю, как только она окончательно сбросит, будет очередная пересадка тархидеи, она у меня немножко валится на бок. И я специально покажу, как она устроена внутри. Что это реально одно растение, на котором есть четыре детки. И эти детки, я их не отделял, они скреплены на вот этом маточном корне, и они развиваются, и выбрасывают стрелки. Бывает все, бывает не все, но все они участвуют в формировании цветов. И поэтому я считаю, что такое получается буйное цветение, из-за того, что я его не отдираю от таких деток, не пытаюсь их там размножить на большое количество, а оно все у меня находится в одном кашпу. Так что здесь одно растение по большому счету. Как часто вы поливаете орхидею и удобряете? Полив летом, в такую жаркую погоду, где-то раз в неделю, методом погружения. У меня на канале есть, как это я делаю, можно посмотреть. Удобряю не каждый раз, удобряю где-то через раз, может быть реже. Всегда добавляю меньше нормы удобрения. Зимой полив реже, в зависимости опять же от того, как выглядит наше растение. Если наши листики такие, вы знаете, тугие, и они у нас, и корни зеленые, и мы видим, что оно себя прекрасно чувствует, и мы видим через наш горшок, что там есть влага, она видна частично. Я не поливаю. Если же мы видим, что у нас листики обвисли и стали мягкими, то мы уже прозевали момент. Поэтому надо следить за этим самостоятельно, и опять же, зависит от размера самого горшка. Если он большой, он имеет возможность накопить больше влаги, и, соответственно, полив будет реже. Если он совсем маленький, вы купили там в магазине, и там 500 грамм всего лишь грунта, понятно, что его надо поливать немножко чаще, так как орхидея будет страдать от недостатка влаги, и может даже и погиб. У меня на листях повреждения. Что делать? Здесь надо разделить повреждения, надо разделить на несколько типов. Есть просто чисто механические. Когда вы зацепили это растение, или кто-то там случайно его подрал, вот как, например, вот этот был листик, я его просто обрезаю. Опять же, на канале есть ролики, где это я показываю, как это я делаю. Они подсыхают потом, и вот эта чернота, которая идет после того, как она повреждения, она прекращает распространяться. То есть, листик немножко, конечно, теряет форму, но это лучше, чем он погиб. Поэтому у меня вот такой взгляд, я делаю так. Второе, это солнечные ожоги. Если у вас стоит где-то под прямыми солнечными лучами, то на листях может быть такие вот белесые пятна или полоски такие вот. Это солнечные ожоги. Соответственно, вам просто надо убрать с этого места, поставить где-то или на другое окошко, а не на южное, или же в глубь комнаты, как у меня. Есть еще бактериальные, конечно, болезни. Здесь уже надо лечить, в зависимости от того, что у вас за болезнь. Надо смотреть. Где лучше поставить окошко? Можно ставить на подоконники. У вас, я вижу, посреди комнаты. Да, у меня стоит посреди комнаты. Она стоит всегда в одном месте, в одной позиции. И у меня вот здесь южные окна. Я считаю, что нельзя ставить на подоконники на южном окне без затенения. Потому что вы получите ожоги, и это будет проблема для самого растения. Если у вас окошко северное, восточное или западное, я думаю, что ей будет там комфортно. Поэтому на южном нежелательно без затенения, повторюсь. Можно ставить в глубь комнаты. А на всех остальных окнах, в принципе, возможно. У вас красивая орхидея. Сколько цветов было максимально? Вы видели фотографии, которые я предоставлял немножко раньше. Максимально было немножко больше 120 цветов, одновременно, которые были распущены на этой орхидеи. Ну, в принципе, она всегда у меня много цветет. Цветы, иногда, заключаются размером. Ну, и, конечно же, количеством. Ну, в основном, так, около сотни. Ну, максимально было 120, чуть больше. Как название вашей красавицы? Орхидея называется «Счастливая Валентина». Она имеет вот такую вот расцветку, такую розовенькую. Вот эти бибелесы, это они просто уже старые цветы. Они цветут у меня с февраля. Сейчас у нас уже август. Поэтому они отвалятся через пару дней, я так думаю. А так она имеет такую вот розовую расцветку. И размер самих цветов в поперечнике около 10 сантиметров. Довольно крупные. Цветоносы растут в сторону, как бы. Это говорит о том, что ваше растение пытается тянуться в сторону света. И, возможно, вам надо немножко его поставить ближе. Не только цветоносы растут в сторону. И листики начинают так же самое тянуться в сторону. У меня так же она стоит вот здесь посреди комнаты. И она завалится на одну сторону. Я не поворачиваю ее. Она у меня всегда стоит одной стороной. Но я заметил, что вот при такой позиции, когда его не крутишь, она как-то лучше развивается. Поэтому я, например, эти цветоносы просто подвязываю. Для этой цели у меня вот здесь, когда я пересаживал, я установил вот такой вот пластмассовый штырек. И до него подвязываю. Вот все эти цветоносы у меня к нему подвязаны. Поэтому просто подвязывать ток. Опять же, надо смотреть очень аккуратно. Они, особенно если цветоносы растет на вторичном цветении, вот это место, где он растет от первичного нашей стрелки, он очень хруп. Если натянуть в сторону, он может просто отломиться. Поэтому аккуратненько это все надо делать. Где брать грунт, чтобы эта идея хорошо развивалась? Где берете вы? Ну, вначале я покупал в магазине. Потом однажды ко мне обратилась фирма Гелея Херсонская. Им понравилось мое растение. И они мне прислали вот такой вот ящик грунта и удобрения разного. Поэтому у меня сейчас как бы проблем с этим нет. Ну, есть ролик о пересадке вот этого, вот этой орхидеи. Где видно, как я перебираю этот грунт. Дело в том, что он идет там как бы в микс. Это и крупные куски, и мелкие, и какая-то пыль. Поэтому я немножко его отбираю, так как я считаю нужным. Кому интересно, можете посмотреть, я брошу ссылочку в описании. Какая температура оптимальна для хорошего развития? Надо понимать. Орхидея это тропическое растение. Именно вот это. И мы должны дать ей возможность развиваться в максимально близком климате. Таком, в котором она растет. Для того, чтобы она хорошо развивалась. Соответственно, ей нужен теплый, влажный климат. Ну, исходим из того, что есть. Живет она у меня в этой комнате. И, соответственно, летом здесь ориентировочно 25-24. Скажем так, в жаркую пору. Зимой здесь температура падает. Приблизительно 18-17 градусов. Соответственно, при вот такой вот разнице температуры от 17 до 25, она развивается очень хорошо. Но, опять же, мы смотрим там по полимам, чтобы было все как бы... Зимой можно ее просто залить. Если температура низкая, вы часто поливаете, то это может быть плохо. Поэтому смотрим за полимом на то, о чем я говорил немножко раньше. Вот такие были вопросы, мне кажется, они были интересные. Поэтому, если вас что-то интересует, просто задавайте их. И я постараюсь, если я буду, конечно, знать ответ на этот вопрос, помочь им. Всем удачи! Субтитры сделал DimaTorzok